Знаете, я ещё по профессии парикмахер, вот, и ко мне приходят люди подстригаться. Но, как бы, я знаю, что женские стрижки нельзя делать, вот, я уже не делаю. А вот про мужские не сказано, что нельзя. И вот недавно Елена Гладощук мне сказала, что может это плохо, вот, мужчин подстригать. Вот я хотела у вас узнать, можно или нет. Потому что мужа я подстригаю, ещё детей, и ещё знакомые приходят с дома подстригаться ко мне, мужчины. Ну, в дождь парикмахеры выходят не только подстригать, но и брить. И не только это, разные маникюры, педикюры делать. То есть то, что противно. Ими, притом, в разных местах. Поэтому парикмахер просто по-настоящему быть верующий не может. Потому что вы будете делать то, что запрещено вообще. Вот просто подстричь мужа можете. Мужчину подстричь. А там и женщины приходят, подстригаться надо. И накручивать им разные байгуди, это никак нельзя делать. Это запрещено канонами. А вы будете участвовать. Ну, то есть я сам не пью, а водку буду делать и продавать. Разве это можно? А это то же самое. А они все равно где-то подстригутся. Но где-то, значит, те понесут свое бремя. А вам это делать не надо. Вы же думаете сейчас о прокорме, смотря откуда это идет. Вообще, если должность парикмахера парик делать, парикмахер махер делать. Ну, а парики делали, и вам это пришлось бы делать. Само название говорит, что вы делаете не то, что Господь сотворил. Обман. У женщины сплошной обман. И накрашенные, и ногти наращивают, и чего только они не делают. А вы не можете сказать, я это не делаю. Потому что иначе вас оттуда попросят уйти. Если это не ваша личная какая-то там отдельная компания. Так что ответ только один. Не христианская должность. Да, да, я то не пойду работать парикмахером, но ко мне домой приходят подстригать мужчины. Ну, мужчины приходят. Можно это, можно, можно. Если к вам приходят. Ну, а почему не подстричь? Мы же тоже подстригаемся, вот приходим. Сестра, у ней машинка есть, и она подстригает. Наша сестра, верующая, член нашей общины. Я не знаю, раньше я слышал какое-то предание, что жена не может стричь мужа. А почему она не может? Ну, вот что-то, ну, все выдумки. Паша, ты должна подстричь, но не брить. Бакенбарды не трогать. А просто волосы, чтобы сделать покороче или совсем убрать, это можно. На дому. Ну, а если там где-то, там вас будут просить сделать бритву, в руки никогда не берите. Совершенно. Не так, что шею там подбревают, этого не надо делать. Убрать волос, чтобы не был длинным. Мужчина растет волос, это бесчестье для него. А для женщины честь. Если женщина к вам приходит, никогда к ней не прикасайся. Женщине вообще ничего не надо трогать. Она какая есть, такая и есть. Все остальное у ней на обмане. Она после брака, говорит, зашла в ванну, помылась. Выходит, он смотрит, а что это? Ты кто такая? Да твоя жена, Алеша. Надо же так, на ком я женился? Она эту грязь сосмылась в себе, а там совершенно другая. Это уж вроде анекдота рассказывают. Она, женщина-то еще состоит. Красится. А зачем красится? Я бы мог больше вам сказать. Тут просто не то место. И прям Серин просто говорит об этом. Чтобы завлечь чужого самса. Ясно? Златоуст говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Поэтому не замазывай себя. Пусть муж любуется твоей природной красотой. Все? Да, как и есть. Слава Христу! Вопросов нет? Тогда я ухожу. Вопросы нет? Вопросы нет?